как закрыть петли болгарским зачином при круговом вязании сейчас вот я заканчиваю манжет рукавчик кардигану и посмотрите внимательно здесь у меня лицевая гладь я провязала два ряда лицевой глади маркер перебрасываю и начинаю вязание первого ряда нам нужно связать один ряд а затем во втором ряду закрыть петли значит первую петлю я провязываю изнаночной вот так вот следующую петлю я снимаю не провязывая и нить у меня перед работой вот так все это нужно делать свободно чтобы полотно не стягивалась дальше изнаночная петлю снимаю нить перед работой и вот так вот я довязываю весь этот ряд весь этот первый ряд изнаночная петлю снимаю нить перед работой прокат провязывая таким вот образом петли нам нужно довязать до конца этот ряд довязали до конца первый ряд здесь у нас должен должен должна быть в конце петля которую мы должны снять не перед работой но мы ее провяжем изнаночной петлей провязали маркер убил убираем в следующем ряду мы должны будем закрывать наши петли смотрите у нас здесь первая петля которая была изнаночной мы ее снимаем не провязывая и нить у нас перед работой теперь первую петлю мы поддеваем спицей и перебрасываем через только что снятую петлю вот таким вот образом дальше вяжем изнаночную петлю у нас здесь была петля снятая мы теперь ее провязали изнаночной и точно также через нее перебрасываем только что провязанную петлю вот таким вот образом продолжаем дальше петлю изнаночную мы снимаем не провязывая нить работой и через эту снятую петлю перебрасываем провязанную только что петлю дальше у нас изнаночная провязали и через нее перебрасываем первую петлю и так вот мы вяжем до конца закрываем петли до конца нашего ряда снимаем петлю закрываем пир петли далее изнаночная и опять закрываем петли продолжаем закрывать наши петли все выполняем точно также никак по-другому не получится сейчас я довяжу до конца этот ряд закроем все свои петли и покажу вам какой у меня получился в результате край мы с вами связали два наших ряда в первом ряду мы провязывали изнаночную петлю следующую петлю мы снимали не провязывая нить было перед работой а следующем ряду поменяли местами петли и закрыли их и вот получился вот такой вот изумительный край видите он не заворачивается и если сравнить его с началом нашего вязания вот посмотрите он практически ничем не отличается вот видите да я считаю что этот способ вы можете применить на своей практике вяжется это просто легко никаких усилий не требует и получается вот такая вот изумительная красота мы с вами научились закрывать петли болгарским зачином при круговом вязании теперь я покажу как сделать то же самое но при поворотном вязание для начала давайте мы научимся набирать петли болгарским зачином смотрите вот наша основная нить мы ее проводим на накладываем на указательный палец а затем обвиваем восьмеркой большой палец так теперь спицу мы заводим справа налево захватываем нитку с указательного пальца и проводим ее в нашу восьмерку закрепляем теперь нам нужно убрать вот эту вот нитку для утолщения которую мы брали так вот так вот я ее убираю и дальше длинный хвост это у нас две нити а основная нить на указательном пальце следующую вторую петлю мы делаем не вот так вот обвиваем восьмерку а наоборот вот так снизу заводим палец под нить снизу смотрите вот она наша нить мы снизу и завели палец и захват и нитку вводим под эту нить с большой с указательного пальца захватываем основную нить и выводим в петлю восьмерку закрепляем у нас получилось две петли одна вот такая толстая а другая по мини по меньше теперь обычный обычная восьмерка завели спицу захватили нить и вывели петлю так первая петля а вторая петля палец заводим снизу под нить и спицу также заводим снизу под эту вот восьмерку и захватываем нить с указательного пальца выводим петлю закрепляем получилось две петли 1 2 то же самое первая не первая петля как обычно 2 вот таким вот образом и закрепляем и так мы должны набрать определенное количество петель первая петля вторая петля первая петля вторая петля первая петля мы набрали определенное количество петель теперь последнюю петлю мы выполняем самым обычным способом и у нас на спице получилось нечетное количество петель но это не важно поворачиваем вязание на изнаночную сторону вот это у нас изнаночная сторона то есть изнаночный ряд давайте провяжем резинкой один на один наши петли первую петлю мы снимаем далее у нас лицевая петля и изнаночная петля лицевая петля и изнаночная петля и вот так вот мы продолжаем вязание нашей резиночки один на 1 лицевая изнаночная лицевая изнаночная и после этого мы провяжем несколько рядов резинкой 1 на 1 чтобы было хотя бы видно у нас эту резинку а затем выполним закрытие наших петель я провязала несколько рядов резинкой 1 на 1 хочу обратить ваше внимание на наборный ряд болгарским зачином посмотрите какой он красивый получился достаточно эластичный можно использовать для вязания шапочек или еще для чего-то теперь как закрыть петли болгарским зачином процесс состоит из двух этапов в первом ряду мы провяжем первый ряд а следующем году мы закроем наши петли и так первый ряд кромочную снимаем после кромочной у меня идет изнаночная петля если у вас идет лицевая то ничего страшного значит эту изнаночную петлю мы должны снять и нить перед работой а из лицевой петли мы должны связать изнаночную не затягиваем петли изнаночную снимаем нить перед работой изнаночная из лицевой нить перед перед работой а из лицевой вывязываем изнаночную еще раз снимаем изнаночная снимаем нить перед работой изнаночной и вот так вот мы довязываем до конца ряд здесь у меня лица изнаночная петля я ее снимаю нить перед работой и кромочная петля так посмотрите что в результате у нас получилось очень похоже на наборный край правда сейчас мы повернем вязание на изнаночную сторону и закроем наши петли повернули вязание на изнаночную сторону кромочную петлю мы снимаем не провязывать дальше смотрите внимательно у нас петля лицевая которую мы снимали в предыдущем ряду и нить у нас было перед работой эту петлю мы провязываем лицевой провязали лицевой и через провязанную петлю перебрасываем первую петлю снятую и на спице у нас одна петля дальше вот эту вот эта петля это в том ряду мы вязали ее изнаночной мы ее снимаем не провязывая и нить у нас за работой вот смотрите и придерживайте пальчиком чтобы у вас полотно не стягивалась теперь через эту снятую петлю мы перебрасываем первую нашу петлю вот дальше вот из этой петли которую мы снимали предыдущем ряду мы вывязываем лицевую и закрываем эти петли перебрасываем предыдущую петлю дальше вот эту петлю мы снимаем нить у нас за работой и перебрасываем через нее предыдущую петлю опять лицевая петля перебрасываем то есть закрываем петли эту петлю снимаем и закрываем петли ну и так далее лицевая петля закрыли петли петли сняли петлю нить за работой закрыли петли лицевая перебросили закрыли петли снимаем 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 петлю закрыли петли и опять лицевая закрыли петли и кромочную также провязываем лицевой и закрыли петли все мы с вами выполнили закрытие болгарским зачином вот посмотрите посмотрите друзья что у нас получилось я считаю что вот этот мой способ наиболее подходит под название болгарский зачин потому что он фактически один в один похож на наборный край во всяком случае ничего более похожего я в интернете не встретила и вам рекомендую использовать этот способ закрытия если вам нужно правда он немножечко плотноватый вот такой вот и что с этим делать я не знаю но если допустим вы вяжете какую-то паутинку и вам нужно закрыть низ рукава вы будете во первых закрытие это делать в круговую во вторых вы возьмете двойную нитку спицы потолще закройте и у вас будет примерно будет то же самое что и внизу